Привет, зритель! Сейчас тебя ждут маленькие декабрьские баночки 2019 года. Я решила их обозреть, потому что считается, что в конце года надо от всякого хлама избавляться. Отдавать долги, благо у меня их нет, принимать долги. Нет, есть люди, которые мне должны, но это такие люди, которые, наверное, никогда ничего не отдадут. Не будем о грустном. Будем о пустых баночках. У меня практически закончилось. Я его не обозревала в моём уходе на декабрь, потому что не думала, что у меня закончится то мыло. Я вот думаю, может, в обзоре на январь ухода вам сразу пару каких-нибудь мыл показать. Ну, на всякий случай. В общем, у меня закончилось практически, там, до конца года его хватит. Мыло от подписчицы Лёрки. Подарок из Тюмени. Опять отсылка той большой посылки, которая сейчас вот на канале, последний мой ролик. Хотя, наверное, это видео будет после одного ролика парфюмов. В общем, больше мыла, меньше цена, насколько мне известно, но продаётся фикс прайс. Может, ещё где-то. Чистая линия, фитотерапия, нежный персик. 90 грамм. Косметическое мыло подходит для лица, рук и тела. Я им три раза мыла тушку вместо геля для душа. Очень классную пену даёт. У меня губочка такая, с шариком. Хорошо намыливает эту губочку шариком. Даёт классную пену. Не сушит кожу, кстати. С натуральным соком персика и пятью маслами. И, по-моему, такое мыло мне уже когда-то Лёлька дарила. И вообще, Лёлька, вот человек, который... Моя подписчика. Спасибо тебе. И привет. Не болей. Либо поправляйся. В общем, человек, который мне дарит очень хорошие подарки всегда. И мыло. Мыло-мыло. Вот благодаря ей я уже довольно давно не покупаю мыло сама. Ну и крайне редко делаю так вот, когда совсем под вдохновение. В общем, это хорошее такое мыло. Удобно держать руки. Оно не размокает мыльнички. Ну и если очень постараться, то, мне кажется, любое мыло размокнет. Оно не настолько очень размокает мыльнички, если туда случайно попало дофига воды. Бывает у меня такое. Очень хорошее. Держит форму. Хорошую пену даёт. Не сушит кожу. Лицо им, конечно, не умывало. Но в основном использовала для рук. И вот несколько раз принимала вместо, скажем так, принимала с ним душ. Вместо геля для душа. Вот, хорошее мыло. Спасибо, Люли. И спасибо, Чистолини, что такие мыло делают. Так. Оно, конечно, не косметическое. Но я решила это обозреть. Я их покупала на Озон. То ли за 38, то ли за 50. Я уже не помню. Это Нем. На самом деле это Хэм. Но мне удобнее Нем называть Хэмом. В смысле Хэм называть Немом. Это у нас аромопалочки. Вот оно у меня даже тут порвалося когда-то. Может, ему помог какой-нибудь животный. Тут смола из коры дерева, древесный уголь, бамбуковая основа и ещё чего-то там заклеено. Ну, в смысле, романтические, скорее всего, какие-нибудь добавления, типа эфирных масел. Это кедр. Было 8 палочек, очень классно пахли. Очень долго горели, долго играюще. Вообще, мне нравятся палочки от Хэм. И если вам тоже нравятся аромопалочки, то вот я... И не именно такие я вам советую, но вообще такие я вам советую. Именно Хэм. И внезапно мысли у людей разных, живущих на разных практически территориях, один тут, другой там, сходятся. Вот товарищ по несчастью методом тыков, оказывается, выбрал такие же палочки кедром. Ну, не именно этой фирмы, а именно с запахом кедра. Вот пакетик от них. В общем, палочки. Когда у меня закончатся лёлины палочки, я сегодня заюзала эту мандаринку, хорошая палочка, несмотря на то, что сделана в России. Ну, как бы, обычно индейские палочки, благовония от Рома палочки идут. И от России, я помню, в Фикс Прайсе когда-то давно брёвна купила. Ну, уже само название брёвна. Чего ещё ожидать. А тут очень даже хорошие палочки. То бишь, в России тоже научились делать арома палочки. В общем, когда-нибудь, может, я этот кедр повторю. У меня закончился тоник от Green Mama, который я заказывала ещё весной. Матирующий тоник для лица от расширенных пор и чёрных точек с морскими водорослями. Морской сад серия. 100 мл. Я его что-то там за 50 чем-то покупала. Сейчас такой тоник предоставлен на сайте в формате 200 мл. Раньше был 300 мл. А такой шёл либо в подарок к наборчику шампунь и бальзам для волос, либо просто там вот в подарок за заказ вкладывался. Вот мне два тюбичка таких флакончиков вкладывали за последние мои два заказа. Один по сертификату подарочному. Вот некого зрителя. Один, чисто за мой счёт, конкретно так, два от моих последних заказов Green Mama. Эти тоники были в подарок, вкладывались. Я вот сейчас открыла на днях новый флакончик. Вот этот у меня закончился. Отличный тоник. Я уже много раз говорила, что у меня нет расширенных пор уже давно. Не настолько расширенные. Даже когда и были. И чёрных точек. Мне он просто нравится. Учитывая, что у меня кожа смешанного типа. И вот это вот по большей части бывает часто сухим. Очень сухим. Но он хорошо справляется. Короче, очень классный тоник. Я вот такой тоник вам советую. Много где продаётся Green Mama. Даже на Азон можно найти. Или там в Улыбке Радуги. Магнит Косметик. Даже в Ашане бывают. У меня закончились ватные диски, которые я покупала в Fixed Price. По 27.50. Но по себестоимости вообще, не знаю даже как сказать. Если тут 100 штук. Брать, допустим, в той же сумме примерно равно каждый день в Ашане. Но будет в Ашане подешевле чуть-чуть. Здесь немножко другие ватные диски. Они какие-то необычные были для меня. Как бы удобные, хорошие ватные диски. 100 штук, 27.50. Если не вдаваться в какие-то копейки, то вообще бюджетная покупка. Но я в Fixed Price была. Потом ещё пару раз я больше их не видела. Такие именно диски. Aura Classic ватные диски. Какие ультрамягкие. У меня сложилось ощущение, что это такие вот слой тряпочки. Ещё слой тряпочки. Прошита вот так вот машиной, кружочками. А внутри ватка. Я их вот раздерябивала иногда. И пополовинке пользовала в разных своих нуждах. Хорошие диски. Ну, вот если конкретно брать ватные диски. Допустим, мне нравится всё-таки больше каждый день. Потому что там вот просто ватный диск. Будто ватку спрессовали. А если вам хочется с прошитыми по краям краями, то выбирайте вот такие Aura Classic. И у меня закончилось. Я не знаю, где колпачок. Меня подозревают, что он закручивался. Кое-кто его уныкал поиграть. Но когда я делала генеральную уборку, я его не нашла. Возможно, я его когда-то давно находила. И не узнала, что он от неё и выкинула. Возможно, я его куда-то поставила на очень видное место. Ну, в общем, не нашла. Тут 100 мл. Внезапно этих 100 мл, вот когда в таком формате, хватает на очень долго. Месяца на 3, если не больше. Это у нас зубная паста Аквафреш. Освежающая, мятная. Когда-то давно, когда я была мелкая, их продавали, может быть, 90-е годы были. Да, 90-е где-то годы были. Моя мама покупала, но я была в деревне летом. И, соответственно, я ей почти не пользовалась. Потому что это была вместе с мамой в Угличе. И думала, что потом мама ещё купит. Но больше её нигде не было. Тут 12 месяцев после вскрытия. А потом я как-то нашла её то ли в Пятёрке, то ли в Дикси. По-моему, в Пятёрке, где-то там в районе Часового у нас. Потом ещё раз вроде той же опять же Пятёрке нашла. За 150 чем-то я её покупала. Тут, соответственно, 100 мл, как я уже говорила. Очень классная паста. Не, новые зубы не вырастают. Хотя у меня тут один молочный где-то там, вот на глубине сибирских руд, выпал, потому что его вытолкнул уже постоянный. Может быть, вырастают. Смотрите как. Но он так вытолкнул, что вот это только мне заметно. Хорошая, классная паста. Я потом с удовольствием такую же приобрету, если увижу. Но сейчас у меня есть корейская зубная паста. И ещё от Фаберлик с черникой. Вечерняя, хотя я и утром пользовалась. Ничего, нормально. Ну, в смысле, и утром тоже пользовалась. От Лёльки из Тюмени, подписчицы. И вот тут совсем чуть-чуть осталось, но оно уже не выдавливается. Я пыталась-пыталась утонуть. Тут как бы напоминание такое, что вот, Лёля, у тебя была такая паста. Она удобная, кстати. Так что я вот такую пасту вам советую. Я подозреваю, что это у меня все пустые баночки, потому что там осталось 3 такие только уже на еду пакетика. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok